Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Несколько лет назад решила поменять специальность и начала изучать программирование. Сидела ночами, но с программированием ничего не получилось. В 2014 году поехала работать сиделкой в Италию. Это на автобусе через всю Европу. Три месяца там была, потом вернулась домой. Вот смотрите, для того, чтобы, как мне хочется дать какой-то исчерпывающий, развернутый ответ, мне надо, чтобы человек вот с детства повспоминал, что у него было. Здесь нету того, что с детства. Пишется, что щитовидка беспокоила меня с детства, это проявлялось как тахикардия, и я спала плохо всегда. Тахикардия, тахикардия, тахикардия. Перед тахикардией мне хотелось бы узнать, вот тахикардия, ребенок вроде как был нормальный, а потом появилась тахикардия. Хотелось бы узнать, с чем это связано. Я не знаю, с чем это связано, поэтому вот спала всегда плохо. Возможно, здесь наоборот надо бы поставить. Из-за того, что человек спал плохо, не высыпался, что-то его тревожило. Это важно понимать. Какие-то страхи присутствовали и так далее, и так далее. Из-за этого спал плохо, естественно, не высыпался, естественно, не было энергии. Естественно, это сказалось на сердце, и появилась тахикардия. То есть, вот так, может быть, это все надо рассмотреть. Тем более, что, говорю, что сердце там сравнительно здоровое. Ну, насколько я понял, что все вроде бы уладилось. А вот потом далее, далее, решила поменять специальность. Сидела ночами. Ну, вроде бы, надо бы специальность, конечно, как-то приобретать. Но в любом случае, важно понимать и следующее, что можно приобрести и специальность, и потерять здоровье. Сидела ночами. Опять, смотрите, в детстве плохо спала. И тут опять не сидела. Естественно, идет сбой. Тем более, видите, ничего не получилось. Далее. Работала в Италии сиделкой. На автобусе ехала через всю Европу. Я немножечко знаком с ездой на автобусе, так как я сам ехал. Разочек меня хватило. С Ростова на дому я приехал аж в Германию. В Ганнавер, что ли. Вот. Это, конечно, где-то двое с лишним суток езда. Это что-то невероятное. То есть, это огромное испытание для организма, которое сразу же проявляет у тебя. Спать нельзя. Все отсидел. Ноги опухли. И вот организм на этом фоне ослабевает. И то, что было, сразу же вылазит. Далее. Работа с сиделкой. Как правило, сиделка днем особо не нужна. Это, опять-таки, ночная, скорее всего, работа. Что там будет, вот, нанимают ночью сидеть. Потому что сами не хотят. Опять человек не спал. То есть, из-за того, что вот это вот, весь такой вот образ жизни, естественно, что-то должно сдать, дать сбой. И вот у меня, видите, гипертириоз. То есть, щитовидная железа что-то пытается путем чрезмерной выработки что-то решить, что-то такое сделать. Но это мое мнение. Я так вот думаю. То есть, и вдобавок, все вот это вот вместе, если так отбросить чисто медицинские вот эти вот термины, это все говорит о том, что у человека чрезмерно возбужден, или он своим образом жизни возбуждает, жизненный принцип ветра. То есть, это сухость, холод, страхи, неуверенность, естественно, и на работу сердца будут сказываться и так далее, и так далее, и так далее. Вот только это первый час. Далее. Вот. После этого начались проблемы с щитовидкой. Началось расстройство цикла. А вот как раз, когда ветер перевозбуждается от вот этого образа жизни, расстраивается менструальный цикл. Лезли волосы. Опять-таки, волосы лезут, становятся ломкими. Это перевозбужден ветер. То есть, не надо вот это вот, как бы сказать, со щитовидкой. Со щитовидкой это уже идут проблемы, которые возникают от перевозбуждения ветра. Стало очень нервное. Да. Перевозбужден ветер. Худела с каждым днем. Да. При этом ела все больше и больше. Да. Потому что едой хотела все это сделать. То есть, здесь налицо колоссальное перевозбуждение образом жизни, жизненного принципа ветер, который, помимо всего прочего, и вдарил и по щитовидке. Так. Но к врачам не обращалась, не очень я им доверяю. То есть, в то время я еще не знала, из-за чего все это. Я уже сказал, вот в этих вот, в первом, как сказать, разборе, я уже сказал, что это следствие перевозбуждения жизненного принципа ветра. И вот эти все, опять-таки, то, что щитовидка расстроилась, это расстройство цикла произошло само по себе от этого. Волосы лезли также от этого. Нервная ходила с каждым днем, и появился жор. То есть, человек ест все больше и больше, пытаясь. Смотрите, жизненный принцип ветра – сухость и холод и легкость. И человек пытается вот эту легкость уравновешивать большим поглощением пищи, чтобы стать тяжелее. Вот он наестся и, как бы сказать, чувствует, что более-менее нормально. Но, если ничего не меняется, все так и повторяется. Так. Дальше. Только в 16-м году, когда я стала весить 45 килограммов, то есть, произошло сильнейшее перевозбуждение ветра, важно бы знать, со скольки это все произошло. Начала жрать, как крокодил, и вообще перестала спать. Я все-таки обратился к врача, мне поставили диагноз гипертиреоз. А я вот ставлю диагноз – перевозбуждение жизни, на принципе, ветер. Еще кисту обнаружили в щитовидке, которая потом сама по себе рассосалась. Врачи прописали террозол сначала 20 миллирамм, потом 30, потом 10, потом 5. Так, в 17-м году, первый раз после постановки диагноза, попробовала голодать. Каждый раз на второй день начинается рвота. Что такое голод? Голод сильнейшим образом влияет на перевозбуждение жизни, на принципы ветра. Вносит в организм сухость и холод. Это именно голод. И поэтому начинаются вот такие вот вещи. Рвота и прочее, прочее, прочее. То есть, вообще рассогласовывается. То есть, когда уже все рассогласовано, еще добавить сильнейшее средство, которое ведет к этому перевозбуждению ветра, оно вот так и проявляется. Кстати, мне уже ясно, что и посоветовать. Так, начинаю голодать я так. А вот тут уже вообще голод противопоказан. Ну, пишут. Прочитаем. Первое. Сначала я еще чищу печень по вашей методике, потом пошагово, но в день чистки принимаю свою таблетку утром, в дни подготовки тоже принимаю, как обычно. А на следующий день, если чистка прошла удачно, я начинаю голодать и таблетки свои уже не пью. То есть, и чистку тут тоже не надо делать. Жизненный принцип ветра, для того, чтобы уравновешивать, необходимо дать спокойствие и покой организму, расслабление. Ну, ладно, это скажу дальше. Или второе. Принимаю магнезию, делаю две клизмы из мочи. В тот день тоже принимаю таблетку до магнезии. На следующий день я голодаю без таблеток. Так, и смотрите, клизма, и особенно с мочи, это еще возбуждает ветер. Слабительное там принимаю, да, до магнезии. Принимаю магнезию, чтобы... То есть, слабительное и клизма. Это все ведет к тому, что возбуждает и перевозбуждает жизненный принцип ветра. То есть, налицо неправильное применение оздоровительных средств без учета индивидуальной конституции. Без учета того, что раньше было перевозбуждено. И применяются средства, которые ведут к перевозбуждению жизненного принципа ветра. То есть, как бы сказать, еще более стимулируют организм на то, чтобы он стал сухой, на то, чтобы он стал холодный, на то, чтобы он стал какой-то издерганный, возбужденный, на то, чтобы у него разладились все жизненные вот эти процессы. То есть, все вот это вот. Вроде бы, как идет оздоровление, но оздоровление без понятия этого, оно действует, как, знаете, как средство, которое изощренно составлено для того, чтобы человек потерял свое здоровье. И якобы под благим намерением, что он оздоравливается, разрушил свой организм. Так, всегда на второй день начинается рвота. Естественно, пробовала терпеть и продолжала голодание, но не получается очень плохо тошнить непрерывно. Потому что голод продолжает возбуждать вот эти вот все сухости, холод, и начинается вот такой вот процесс. То есть, полностью разлажен организм, полнейшее. Так, тем не менее, с щитовидкой все шло не так плохо, доза понемногу понижалась. Да тут щитовидка ни при чем. Щитовидка ни при чем. Здесь совсем другие причины, которые в том числе и действуют там на щитовидку. Поэтому она так доза понижалась и так далее. И я надеялась, что скоро вообще откажусь от лекарств. Но в 18-м я сделала подряд две прививки с интервалом 22 дня. А надо бы хотя бы 3 месяца. Первая вакцина Бустрик от солдняка, дифтерии, коклюша. И вторая Приорикс от кори, краснухи, паратита. Так, первые полгода после этого было как зомби, даже аппетит пропал. Ощущения были как после тяжелого травления. ТТГ – это гормон, который я должна принимать и поддерживать, упал до ноля. Ну что сказать, что сказать. Вот практика показывает, что вроде бы вот делаем эти прививки. Заболеем ли мы штормыком, дифтерием, коклюшем и краснухой, паратитом или нет. Это еще вопрос. Но когда мы сделали, на фоне того, что организм уже обессилел. А, кстати, именно вот сухость и холод влияют сильнейшим образом на обессиливание организма. Энергетики особо нету. И вдобавок вот это вот еще прививка, которая требует со стороны организма определенной реакции. То есть пытаются что-то привить. Оно же должно привиться. На это, будем говорить, должен организм отреагировать, что-то там выработает и так далее. А тут ни сил, ни энергии нет. И вот это пошло такое. Было как зомби, там, естественно, все там попадало. Это уже следствие того, что этот гормон упал из щитовидной железы. Это не то, что именно она. Так, сейчас иммунитет такой, что любой сквозняк вызывает простуду, который потом долго не проходит, иногда месяц. А из-за каждой маленькой простуды ТТ падает на ноль. И я не принимала 5 миллиграммов тирозина. Так сейчас и продолжаю. А как принимала 5 миллиграммов тирозина, так сейчас и принимаю. Ну, нету работы над уравновешиванием жизненного принципа ветра. Ее просто нету. В 17-й год, в 18-й, в 19-й при простудах пила антибиотики и парацетамол, после которых болела печень и тошнила. В этом году пока держусь, еще не принимала ни то, ни другие. То есть, а что антибиотики и так далее. Простуда цепляется уже из-за того, что, будем говорить, уже в организме есть холод. И любой действительно сквознячок его увеличивает. И начинается вот эта вот реакция организма, который воспринимается как простуда. Так, лорзаболевание. Простудами я страдала всю жизнь. Мама даже проколола мне пенициллин. Мне 7 лет было. Что делать? Она хотела как лучше. Ну, что, видите, проколола пенициллин. Мне 7 лет было. С простудами как раз надо было как-то поступать совсем по-другому. Хотя бы, хотя бы. Вот смотрите, это уже вы будете знать. Хотя бы просто-напросто, чтобы не было лорзаболеваний, полоскать горло керосином. Керосином. Вернейшее средство от разного рода лорзаболевания. К нам на передачу Малахов Плюс приходил факир, который берет керосин в рот и дует. Потом поджигает. Вот так он говорил. У нас профессиональная особенность. Мы не болеем простудными заболеваниями. Он даже не знает, почему бы, потому что вот так вот использование керосина, полоскание горла, ведет к тому, что вся зараза там, вся зараза там исчезает. Ну, а то, что тут прокололи. То есть, видите, пенициллин и так далее. Ну, вот эти все, все эти, все это лечение. Оно идет не туда, не в ту степь и так далее. Так, дискинезия желчевыводящих путей у меня с детства. Если можно, я не буду рассказывать, почему был гепатоз второй степени. Могу сказать, что это также были горы лекарств. То есть, видите, не понимая причин, не понимая средств, которые вот у ребенка были, что там такое было, повышенные страхи или еще что-то, или еще что-то там такое. То есть, с ребенком надо было проводить время, с ребенком надо было ночевать, чтобы он не беспокоился. То есть, ну, совсем по-другому надо было с детства все это поступать. И вот эти заболевания заложились в детском возрасте и дальше. Вот это все лечение, я уже говорю, знаете, я смотрю на вот это вот лечение, которое предлагается населению. Оно не лечит, оно просто загоняет болезни туда, поолупже. Они продолжают там развиваться, мутировать. И в итоге с простых вещей становятся какими-то более сложными, непонятными, агрессивными и смертельными. Горы лекарств. Ну и что горы лекарств? Что они сделали? Да ничего они не сделали. Так, после этих прививок просыпаюсь, утром уже уставшая, месячные уже прекратились, болят суставы в пальцах рук. Мне 45 лет, хотя выгляжу хорошо, давление нормально, даже чуть понижено. У меня надежда только на голодание, потому что врачи ничего оптимистического не говорят. А вот в данном случае голодание не подходит. Почему? Я уже выше объяснял. Потому что идет перевозбуждение жизненного принципа ветра. Первоначальный вес маленький. По вашему мнению, нужно делать, чтобы не было работы, ну кроме того, как терпеть? Нет. Ничего-то терпеть не надо. И еще я не знаю, имеет ли это значение или нет, в 14-18 годах, возможно, была порча. Что за порча? Как она появилась и так далее, проявилась? Это же так же надо описать. Ничего не описано, ничего не сказано. И так, знаете вот, просто так к сведению принимаем. Так, благодаря вашим рекомендациям питаюсь более правильно, но не все соблюдаю, потому что не знаю, где я завтра окажусь. И не всегда могу поступать так, как считаю нужным. Например, мне тяжело есть салат после основного блюда, потому что фрукты и потом салаты ем всегда в начале. Мне тяжело есть салат после основного блюда. А я наоборот говорю, что сначала фрукты, потом салаты и естся, а потом уже основного блюда. Что-то вы тут все перепутали. Но если я в первый раз в каком-то доме, то приходится подчиняться порядку общему. То есть не лезу со своим устам в чужой мастер. Я не в России, с уважением Виктория. Ну что Виктория сказать, вы станьте спонсором канала, если вы желаете помочь. А теперь, простые рекомендации, но необыкновенно эффективные. Смотрите, в первую очередь я бы Виктории вообще посоветовал бы почитать про индивидуальную конституцию. И в частности про ветер. Стало бы много-много ясно. Для того, чтобы уравновесить ветер, в первую очередь надо успокоиться. Конечно, видите, у человека не обустроена жизнь. Он там в одном доме, в другом там сиделка или как там, что там такое. Конечно, это все ерунда. И получается следующая картина. Если не упорядочить жизнь, то все это просто-напросто быстренько сведет человека в маилу. И вот это вот зарабатывание денег там за границей обернется. И она уже оборачивается какой-то, знаете, вот такой вот драмой. Какой-то вот все это не в радость и так далее. То есть надо успокоиться. Для того, чтобы уравновесить ветер, надо принимать горячие прогревающие ванны ежедневно. Желательно раза два в день. Отречком и вечерком. Особенно, когда он перевозбужден. Далее, втирать после теплой ванны свое тело оливковое масло. Далее, чтобы были какие-то спокойные прогулки и ничего не отвлекало умственно. Чтобы вы успокоились, нормализовался ваш быт. Я думаю, что это, конечно, трудно сделать. Но если вы хотите жить, значит, это надо сделать. Иначе, говорю, толку никакого не будет. То есть человек должен гулять, должен, у него в голове не должны какие-то мысли о том, как заработать денег, как прожить и так далее. У него должны быть такие спокойные, умиротворенные мысли, неспешные. Далее, еда должна быть маслянистая, теплая, тяжелая. Это такие каши с маслом, с солью, не с сахаром, с солью. Если это овощи, то овощи тушеные, с подливочкой и так далее. Здесь уже можно принимать супы, наваристые супы, типа харчо. Отлично. Вот оно уравновешивает этот самый жизненный принцип ветра. То есть вытесняя из организма сухость и холод. То есть вот такие вот простые вещи. Ванны, втирание в тело оливкового масла, далее, значит, прогулки, неспешные, желательно возле воды. Значит, ни в коем случае не мерзнуть, одеваться в шерстяное, в шерстяную одежду. Питание должно быть маслянистое, теплое, желательно это каши и овощи с подливой. Никаких сырых, ничего не сырого. Теплые, значит, чаи. И даже можно там в чай добавлять немножечко там масла, чтобы как тибетский чай был с маслом. Пища можно даже такая более тяжелая, более плотная. Например, даже халва пойдет, немножко халвы съедать. Можно там творожка с сметком съедать, не без того. Можно съедать яйца в смятку, отварные яйца в смятку. Можно съедать там, допустим, жирненькую там и кусочек мяса, не без того. Очень хорошо подойдет сало с кашей, тоже в какую-то меру. И человек быстро выправится. Да, и сон, сон должен быть нормальный. Никаких ночных работ не должно быть. То есть, если вы хотите восстановиться, быть здоровым, чтобы вам там не говорили, что там щитовидка или еще что-то такое, и не принимали в горы лекарства, вот это вот простые, доступные вещи, которые работают в 100% случаев. Я помню, когда я в свое время читал лекцию в Воронеже, одна женщина говорит, ну вот мне, Геннадий Петрович, ну так плохо. Она так встала, вес у нее ниже нормы, вся она какая-то издерганная. Вот я не знаю, что делать, вот помогите ей тарарарарара. Я говорю, так, тетя, значит, в теплую ванну втираете оливковое масло, и рекомендацию, что я дал. На следующий день она сделала, это настолько быстро меняется, когда правильно все поступает. Она была ошиблена, говорит, столько я болела, столько вот ничего не помогало, а это сделала нормально. То есть важно понимать, на что повлиять и что вышло из равновесия. Поэтому я очень много рассказывал о самодиагностике. И в книге писал самодиагностику по этим жизненных принципам. Если вы не знаете самодиагностику, а я как раз ее сделал вот именно платной подпиской, потому что бесплатная все как-то идет не туда, куда надо. Вот, платная подписка я сделал, чтобы люди понимали, что это ценная информация, а не просто так, знаете, вот. Вот. И все придет в порядок, легко, быстро и хорошо. Вот разобрали письмо, что, что и как делать. То есть эти совершенно иные знания, совершенно иной подход к организму, отличный от современной медицины, невероятно эффективный. На этом заканчиваем. Продолжение следует...